Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в программу «Вдоль из тут и Ларси» на Финам.ФМ. Сегодня у нас необычный гость, потому что, как правило, мы разговариваем с людьми в бизнесе, с женщинами, которые пришли и стали делать уже какое-то готовое дело, становиться директорами, поднимать это дело, входить в совет директоров. А сегодня у нас в гостях человек, которого я бы даже назвала женщиной-изобретателем, потому что это не только бизнес. Не зря мы назвали тему «Хобби, бизнес, смысл жизни», потому что это тот случай, когда человек, оказавшись на своем месте, нашел свое дело и как-то радостно и очень эффективно делится им со всем окружающим миром. У нас в гостях Марина Корпан, тренер, автор дыхательных методик «Бодифлекс и Оксисайз». Привет, Марина! Доброе утро! Сразу напомню нашим слушателям 6510996, наш московский телефон, код «Москва-495», если кто забыл. финам.фм, наш сайт, заходите на страничку программы «Вдоль». Я думаю, что сегодня у вас возникнет масса вопросов, потому что действительно то, что мы будем обсуждать, это такая вполне прикладная тема. То, что, в общем, наверное, каждого из нас волнует в жизни и каждому из нас может пригодиться. Но, Марин, с самого начала, я так понимаю, что у вас было необычное детство. Вы выросли в Перу, в Латинской Америке, и, может быть, именно там вы подчеркнули такой нонконформистский подход вообще к окружающему миру и желание экспериментировать с собой. Нет, наверное, нет. Латинская Америка, наверное, мне дала ту самую полноту, и которая, скажем так, именно полнота... Физическая полнота. Физическая полнота, да. Наверное, была дана мне не просто так, а вот именно для того, чтобы я что-то потом изобретала и несла это в массы. А вашей папа с мамой в дипломатии? Ну, у меня папа военный. Ага. Вот. И мы уехали там в командировку, и там жили. В три с половиной года я уехала из России. Вот. И как я всегда смеюсь, говорю, что я из голодного СССР, когда родители попали там, где везде все есть, да, то есть я, не знаю, в 4-5 лет я могла съедать по полу там цыпленка жареного. То есть у меня не отщелкивало то, что там что-то нельзя есть. То есть я ела очень много. Ну, вот так вот. Это же принято было, чтобы ребенок хорошо кушал. Это радость любой бабушки, любой мамы, поэтому, ну, понятно. Тем более, если есть что. И с этого у нас все началось. То есть я никогда не была хрупкой какой-то девочкой. Вот. И уже потом, вернувшись в Россию, я никогда не забуду, для меня в школе, наверное, это было самое вкусное. Это, знаете, вот эти ромовые бабы, которые вот продавались там какие-то пирожки. У меня там этого не было в Перу, и мне было, что это я-то начала все есть. То есть там потом начались дачи, деревни выезжать. Ну, а что, вас не отдавали там ни в какой спорт, гимнастику и так далее? Нет, нет. Я с первого класса, я занимаюсь, занималась хореографией. У меня 7 лет хореографии. Вот. И меня еще все удивлялись. Говорят, ну, как такая полная девочка, так легко прыгает. То есть у меня была очень хорошая растяжка. Я действительно легко. Я стояла на пуантах. Вот. Вот в этом плане у меня как-то изначально было это заложено, да. И я вот уже сейчас отматываю назад время, да, и я понимаю, что я всегда хотела быть тренером. Мне всегда нравилось, когда я смотрела там, я еще ходила на ритмику, и у нас преподаватель что-то показывал. Я помню, дома включала всегда музыку и вот представляла себе, что я тоже как тренер. То есть вы там, вы не хотели быть принцессой, а актрисой, космонавтом? Нет, у меня как-то никогда этого не было, да. Я даже не могу, я всю жизнь вообще мечтала быть переводчиком. Но она тоже наложила так. Я росла, у меня был испанский язык. Мы, конечно, жили в российском посольстве, но все равно меня окружал постоянно испанский язык. И поэтому я всю жизнь мечтала быть переводчиком. И собиралась поступать в Морис Тереза, и уже отходила туда на курсы, но в последний момент передумала туда идти и поступила в Мира на экономический факультет, закончила его. Потому что это было начало 90-х, и экономика оказалась тогда очень перспективной деятельностью. Ну, как-то да, так скажем. Я даже не могу сказать, почему, потому что я легко поступила. Я ходила и в Мориса Тереза, и думала, что бы мне с подружкой не сходить. Морис Тереза — это гуманитарное образование. Да, а у меня были просто такие проблемы в школе, что, ну, как знаете, да, там, типа, ты не понимаешь. У меня вот математика была, то есть я и математика — это какие-то совершенно несовместимые вещи. Я решила сама себе доказать, что я могу. Я поступила в технический УЗ, закончила его скоростным дипломом. Ну, это воспитание папина такое, спартанское, или нет? Или вас все-таки не строили? Нет, меня никогда родители не строили, но папа у меня тоже всегда добивался, учился. То есть это всегда было, вот, учиться, учиться, учиться. Ну, то есть я так понимаю, что с точки зрения, там, интеллекта и радости, и жажды жизни, вы всегда были на высоте, и всегда впереди планеты всей. Вы, наверное, культмассовым сектором в школе заведовали какими-нибудь, да? Нет, вот это нет. Ну как, то есть праздники не организовывали. Я уже, скажем так, наверное, на работе организовывала праздники в школе. Не могу сказать. Вот в институте я всегда собирала, говорю, давай там туда сходим, сюда сходим. А на работе я организовывала, когда работала в Сбербанке России. Вот. Так, ну, не могу сказать. Ну, я всегда была, всегда и до сих пор очень легкая на подъем, то есть что-то организовать, сделать по-быстрому, это и весело, легко. То есть такой организаторский талант, он с детства присутствовал. Ну, и как я понимаю, и я читала вашу биографию, что, в общем, какое-то там внешнее несоответствие эталонам красоты, которые нас сейчас навязывают в 60-90-е, никогда в жизни в детстве вас не смущало. Никогда. Вы всегда были заводилой компанией, всегда с кучей мальчиков мотались в деревни по лесу. Да, у меня не было с этим проблем, действительно не было. Когда я уже похудела, и приехала такая, кости обтянутые кожи, вот они мне даже сказали, слушай, ты так, говорит, ужасно выглядишь. А где вся красота? Да, хотя бы килограмм семь, говорит, себе верни. Но я поняла, то есть у меня единственный момент, что я никогда, и я своим худеющим так всегда говорю, да, вы должны бояться поправиться. Вот это самое главное. То есть когда человек уложит это в голову, все, проблемы с лишним весом заканчиваются. Поэтому вот я как помню, что в 99-м году, 5 октября, я открыла глаза и сама себе сказала, что толстой я больше не буду никогда. Ну как, ну почему? Если все было хорошо. Ну вот так все, а потому что начался институт, поступило, и для меня отправной точкой были розовые брючки с низкой талией. В ней ходили все. Да, на тот момент это было. И я понимаю, что я мало того, что не могу найти размера, какие-то я там нашла, и вот это все безобразие, значит, в виде спасательного круга, да, вот, все это свисает, ноги толстые, я не могу ни во что влезть. Ну подождите, но ведь это же не имеет никакого отношения к, в общем, к успеху. Там худой ты или толстый, это довольно второстепенная история. Обаяние, твоя харизма, твое умение. Я вспоминаю покойную Марину Голубь в царстве небесное, которая была совершенно не статуэтка, но эта женщина входила в помещение, где были другие женщины, и все мужчины обращали внимание только на нее, других женщин, какие бы они ни были красотками, не существовало. Ну не знаю, у меня вот на тот момент уже, наверное, как-то я уже начала понимать, что я не вписываюсь, что мне просто стыдно, то есть, ну я не могу одеть там каких-то модных вещей, то есть, ну для меня это стало отправной точкой. Да, то есть все, вот у меня прям по голове мне стукнуло, я сказала, все, все, я начинаю худеть. А учебе не мешало это? Нет, вот что самое интересное, как-то у меня не было, как вот многие рассказы начинают, там, голова перестает работать туда, то есть мне еще даже надо мной в институте всегда смеялись, и говорит, ну я на тот момент была не корпус, говорит, Полина, ну тебе, говорит, прям сам Бог велел худеть, то есть ты так легко к этому относишься, у меня почему-то развилось чувство, я хотела всех накормить, я сама не ела, и я себе ставила галочку о том, что я такая молодец, я там не съела лишний тортик или что-то там, салат какой-то, но я не ела два года. Но это же ужасно вредно. Ужасно вредно, и мне это переросло в ужасные проблемы со здоровьем, вот, и поэтому помню даже вот тот день, когда я проснулась утром, я просто расплакалась, я подняла голову вверх, и я говорю, господи, я больше так не выдержу, вот, то есть если я всю жизнь... Но результат был внешний? Да, да, то есть я похудела, я, ну, все прям, я была очень худая, но проблемы со здоровьем, которые у меня появились, и потом мне пришлось просто два года лечиться, я сидела на гормонах, возвращать себе все, все, чтобы мой организм начал функционировать, и я вот потом поправилась, и говорю, я сказала, что я не... Ну, больше такого я не выдержу. Ну, обычно после таких историй люди просто машут рукой, говорят, я такой, как и меня создал, в общем, господь, и зато я, там, не знаю, зато я успешный экономист, и вот я зарабатываю хорошие деньги, и буду, я такой, как есть, и пусть меня любят таким, как я есть. Ну, нет, я не такая. Вам этого было недостаточно? Мне этого было недостаточно, да, и, ну, как бы я себе сказала, значит, надо сделать все, и я поняла, что мне некомфортно в этом состоянии, и как раз-таки вот в тот момент я, наверное, то, что я после, после того, как я похудела, да, у меня началась булимия, я начала принимать гормоны, я поправилась, и я поняла, что с этим надо что-то делать, и мне просто на глаза попадаются дыхательные методики. Я думаю, что какая-то ерунда. Это какая-то китайская была книжка? Нет, это была американская книжка, изначально называлась она «Великолепная фигура за 15 минут». Нашла я ее просто на прилавке у нас, помните, прилавки были книжные в этих, в метро, «Великолепная фигура за 15 минут, это лживая ложка». Да, вот я так посмотрела, думаю, ну, дай попробую. Но сразу, когда я начала, потому что уже на тот момент я уже преподавала, то есть я была фитнес-инструктором, потому что я сначала без высшего образования, да, у нас фитнес-инструкторы ходят по различным академиям учиться, то есть я уже была тренером по аэробике, преподавала. То есть в нем работала в Сбербанке, а вечером преподавала аэробик. У меня, слава богу, был очень хороший начальник, дай бог ему здоровья, который говорит, давай бегом. Я говорю, у меня тренировка. Поощрял, да? Да, у меня очень был хороший начальник. Слушайте, отступление лирическое. А если бы вы остались в Перу, вот интересно, там бы так у вас… Я думаю, нет, потому что… Да и даже сейчас вот вы… Мне кажется, это такая московская тема, что ты должна красивой быть. Я даже не то, что… Это просто у нас Россия сходит с ума сейчас по поводу похудения. Я приезжаю в Европу, я очень часто езжу, я сама вожу туда фитнес-туры, и я реально смотрю, там никто даже не думает, ну полная я и полная, нормально, мне и так хорошо. И главное, и мужик есть, и, в общем, дети есть, и все у человека в порядке. Да, поэтому это у нас, наверное, да, сейчас такое основное. Я даже, когда привожу фитнес-туры в другой стране, говорю, а что вы делаете? Я говорю, мы приехали худеть. Они говорят, как из России сюда худеть? Я говорю, да, а что такое? А чего вы в России не худеете? Они говорят, как худеть? Я говорю, а зачем? Особенно это было вот в Тунисе, они вообще не поняли за наше пребывание там. Там красивой женщины должно быть много, сколько там унция оливкового масла в поле, вы худеет. Вот они говорят, зачем, мы не понимаем. Поэтому это, наверное, у нас в стране, да. Ну, наверное, это, может быть, не надо доходить прям, как я говорю, до фанатизма, но держать себя в приличной форме, я считаю, что, да, женщина все-таки должна. Да, друзья. И как это произошло, как это у Марины Корпан переросло в настоящее дело всей жизни, после новостей. Сегодня в Долис тут и Ларсин, Марина Корпан, тренер, автор дыхательных методик, бодифлекс и оксисайз, человек, который изобрел собственное дело, собственный метод и делится им с нами со всеми сегодня. И, в общем, растит из этого полноценный бизнес. 65 10 99 6 наш московский телефон. У нас есть сайт финам.фм. Заходите на страничку программы вдоль и задавайте свои вопросы. Мы остановились на том, что вы после красного диплома экономического факультета работали в Сбербанке днем, а по вечерам, как золушка практически на бал, бегали тренировать людей. То есть в любом случае уже было понятно, что экономикой вы вряд ли будете дальше заниматься. Да, и так я даже умудрялась то, что, ну, что такое банковская работа, да, люди сидят целыми днями нездорово и едят, да, эти вечные конфетки. Я еще все время говорила, причем сидят молодые девчонки. Я говорю, ну что ж вы не можете. И каждый, значит, пытается принести самую модную коробку конфет. Я говорю, да вы лучше пойдите и купите килограмм яблок, там, мандарин. Я говорю, мы все съедим. И я снимала у нас прямо рядом с нашим зданием. Был фитнес-клуб. И я в обеденный перерыв снимала в аренду зал. И я всех... Всех своих девочек из отдела. Кто хотел, да, то есть мы прямо на час в обеденный перерыв, два-три раза в неделю, я их уходила на тренировки, да, и мы стройнели. Но все-таки это все были какие-то вот науки чужие. Как случилось, что вы действительно стали заниматься практически научной деятельностью? Да, потому что первое как раз вот началось все с той книжечки, которую я нашла, но сразу у меня, как у тренера, возникло очень много вопросов, да. У практикующего тренера. Да, у практикующего тренера много вопросов, потому что ты, ну, я изначально понимала, что дыхательные методики – это не фитнес, это надо четко понять. Это очень серьезные вещи, неправильное дыхание может повлечь очень серьезные проблемы. И когда я еще не изучая это, начала это преподавать, пробовать на своих знакомых и сама лично, да, то есть у меня возникли проблемы с сердцем, я стала как тяжело дышать. И когда ты понимаешь, что что-то происходит не так, значит, надо исследовать. И, собственно говоря, мы начали это исследовать, подключать специалистов. Как оказалось, их найти очень сложно, потому что у нас в стране практически никто не занимался дыхательными методиками. Хотя, например, на Востоке, там, в Китае это существует тысячелетиями. Ну, опять же, да, все это существует тысячелетия, это как, ну, чтобы никто не обиделся, да, йоговские практики, парноямы, да, многие парноямы нельзя делать европейскому человеку, потому что я понимаю, что есть какой-то философский смысл, но есть и понятие физиологии и биохимии человека, ее никто не отменял. И когда вы создаете очень высокую концентрацию углекислого газа внутри себя, например, есть знаменитое дыхание холотроп, да, которое очень серьезное, и должны его делать из боли только профессионалы, вот, у нас сейчас это делают все, кому не лень. Вот, поэтому мы начали исследовать, подключать специалистов, и выявили в американской версии очень много противопоказаний. Непонятно, не подключались там йоговские практики, и поэтому нам пришлось, как Рубик-Рубик, собирать новую методику. Но для этого ведь нужно было иметь совсем не экономическое образование. Да, потом я поступила в РГУФК, да, Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, о чем я, скажем так, я сто раз уже пожалела, что у меня первого не было именно этого образования, вот, потому что там действительно серьезное образование, и когда, я раньше так говорила, ой, физруки, вот, там действительно, там дают хорошую медицинскую базу, вот, и... Но все равно, я так понимаю, что вам просто приходилось, там, я не знаю, приходить на какую-нибудь кафедру, и дергать специалистов, и поворачивать к себе лицом, и заставлять их как-то вот с этим разбираться. Да, это, скажем, вообще было для меня основное, поступая в РГУФК, я пыталась как-то потихонечку найти, пролезть на эти кафедры, найти специалистов, вот, но только благодаря своему научному руководителю, но мы уже не в РГУФКе, а в НИВКе, вот, мы нашли специалистов. РГУФК — это научно-исследовательский степен физкультуры. Да, физкультуры, да. А, то есть вы уже пошли в аспирантуру? Я сейчас, да, вот, и мы, и мы вот потихоньку-потихоньку собирали-собирали, потом сейчас для того, чтобы тестировать, это нужно брать экспериментальные группы, это нужно тестировать кровь, всё, ну, там очень много тонкостей, да, вот, собственно говоря, вот, есть сейчас две методики, которые я пропагандирую, люди страниют, худеют, и самое главное — оздоравливаются, это самое главное. Ну, я вот пытаюсь понять, то есть вы открыли некую такую коробочку, шкатулку Пандоры, и оттуда, в общем, вышло нечто, что могло и принести пользу, и навредить. Как вам удалось всё-таки создать именно вот ту методику, ту тему, тот комплекс упражнений, который вы наверняка знаете, что он не повредит людям, и который реально сейчас потихоньку захватывает страну? Ну, во-первых, я уже… На себе всё? Ну, на себе-то это 100%. Первая методика вот бодифлекс, да, вот, вторую методику я ввела чётко после рождения своей дочери, потому что на меня уже первая перестала действовать, потому что было, во-первых, гормональный сбой, у меня было кесаре, мне нужно было возвращаться, и я поняла, что нужна новая методика, нужно включать большее количество мышц, чтобы они эффективно работали, и я, ну, как фитнес-инструктор, зная анатомию, я всё-таки придерживаюсь больше статичного режима работы мышц, не буду там вдаваться в подробности, и поэтому задача была увязать, скажем так, область фитнеса, различные направления, да, и всё это наложить на дыхание, на определённые техники дыхания, которые дают хорошие результаты. То есть если вы хотите добиться вот этого, там, допустим, ну, там, не буду озвучивать, да, какой-то определённый, убрать проблему, я вам рекомендую вот эту методику. Если вам нужно что-то там, не знаю, там, подтянуть живот, я вам рекомендую вот эту дыхательную методику. Уже, мне кажется, миллионы благодарных, там, телезрителей, клиентов, которые действительно, и просто пытаюсь донести до нашего населения, что не нужно прыгать, бегать, тяготь тяжести, качать пресс с утра до вечера, нужно чётко понять, что жировая клетка окисляется только в присутствии кислорода. Сейчас огромное количество людей, которые убиваются целыми днями в спортивных залах и платят бешеные деньги за абонементы, просто, ну, возопьют и скажут, да как же так, да что же это такое. Нет, ради бога, если человек следит за своим питанием, не вопрос, конечно, ему там помогут и силовые нагрузки, да, если он следит за питанием, не переедает, тренируется там, не знаю, 3-4 раза в неделю, конечно, он добьётся результатов, но поверьте мне, через меня проходят сотни тысячи людей, которые даже тренируются у меня, она говорит, я сейчас приду вечером и поем. Человек не может. И вы что говорите, и ешь, пожалуйста? Ну, определённую пищу, да, конечно, белковую пищу на ночь, совершенно спокойно можно есть. Нужно просто знать, что есть, всё. Вот, и опять же, есть определённые техники дыхания, которые делаются, например, после еды, для того, чтобы окислить жиры и углеводы, которые вы только что съели. 65 10 99 6, наш московский телефон, у нас в гостях Марина Корпан, изобретатель собственной дыхательной методики, которая способствует и похудению, и вообще оздоровлению, и какой-то глобальной, как я понимаю, гармонизации организма. Когда вы поняли, что действительно уже хватит на себе экспериментировать, уже можно с этим делиться с людьми? Ну, когда я была уже... Это уже может стать не просто вашим хобби, а реальным делом. Да. Когда я чётко поняла, что всё, вот я могу с этим выходить, да, я поняла, с каким, скажем так, набором болезней я могу брать людей, с каким нет, то есть, ну, полностью выстроили... То есть есть ограничения? Да, конечно. По разным методикам есть, да. То есть я никогда, например, не возьму человека на дыхательную методику, где идёт задержка дыхания, задействованный йоговских замков, где мы применяем, да, например, человека с узлами щитовидки. Никогда. То есть я ему порекомендую другую методику. То есть тонкости свои, конечно, есть. И когда мы начали... У меня вышли мои передачи на телевидение, и мы даже не думали, что такое резонанс. То есть даже человек, глядя в телевизор, сможет худеть. Вот. И, ну, как я говорю, даже худеть... Если я говорю так, дыхательные методики – это в первую очередь здоровье, а похудение – это хороший побочный эффект. И когда именно пошли отзывы о том, что у меня там... Очень много отзывов пошло от астматиков, например, да, знаменитая дыхательная методика Бутейка. Да, есть вопрос, кстати, с сайта, как вы относитесь к этой методике. Я отношусь очень положительно. Я считаю, что любая... Вообще любая методика имеет право на существование. Вот. Мы при использовании задержки дыхания, то есть то же самое, что, в принципе, делал Бутейка, мы тоже при использовании этой методики уменьшаем, скажем так, негативное влияние астмы. У нас есть звонок 65 10 99 6, наш московский телефон. Здравствуйте. Алло, алло. Да, здрасте, как вас зовут? Василий. Василий. Очень приятно. Слушаем. Ну, низкий поклон Татьяне. Очень интересно. Спасибо большое. Я сейчас хотел спросить... Марину. Марину, да, по поводу ее методики. Смотрите, у меня жена. Там, ну, комплекс проблем, по всей видимости. Ну, в поликлинике помочь не могут. Именно со здоровьем? Ну, там, да. Там, видимо, и щитовидка, обмен веществ, все такое. То есть после рождения ребенка, там, года три назад, она пыталась заниматься по этой методике, меня сразу по женской прихватило. Я хотел спросить просто, как правильно выстроить... Комплекс упражнений? Занятия, да, вот по этой методике конкретно, чтобы не навредить себе и, может быть, куда-то обращаться. Вот как правильно действовать в такой ситуации. Спасибо большое, Василий. Да, понятие напроса вообще очень трогательное, что муж звонит и беспокоится о жене. Действительно, вышло три книги уже, да? Вот сейчас третья книга выходит. Смотрите, есть видеокурс, можно было смотреть по телевизору. Но действительно, наверное, не у всех получается без тренера. Не получается, потому что... Да, то есть тренер четко должен посмотреть, что и как делать. Одно дело, я душу, и вы меня смотрите через экран телевизора. Вы же не знаете, как я там выдохнула, недовыдохнула, да? Как четко... Это не объяснишь. То есть формат телевидения не дает возможности телезрителю четко объяснить, потому что это определенное время, которое должно быстро показать. То, что касаемо конкретного случая, значит, там... Ну, это надо лично, да, общаться по поводу гинекологии. Нужно знать, что именно там. Вот нельзя бездумно применять ту или иную методику. Нужно понять, что есть там проблемы с щитовидкой, то это 100% не первая методика. Если есть уже нарушение... Не бодифлекс. Не бодифлекс, да. Это 100% для нас здесь даже не поможет. Это вторая дыхательная методика, которая идет без задержек дыхания и которая очень эффективна. Я ее специально сделала более силовой. То есть особенно те люди, которые хотят, вот как раз мы говорили, которые любят тренажерный зал. У меня очень много мужчин приходит. То есть я понимаю, что ему там сделать бодифлекс, тянуть живот под ребра там и стоять с отечной пози. Он говорит, ну что такое за ерунда, у меня нет нагрузки. То есть я ему даю оксисайз, мы там с ним и кубики формируем и все остальное. На животе. На животе, да. Вот, поэтому здесь нужна работа с тренером. Пусть она приходит на занятия, я поставлю дыхание, мне главное понять, какие проблемы. Да, кстати, если говорить о тренерах, то у вас появилось огромное количество последователей и плагиаторов. Когда ты начинаешь хорошее дело, ты всегда должен быть готов к тому, что кто-то попытается его у тебя украсть. Об этом после новостей на Финаме у нас в гостях Марина Корпан. Сегодня общаемся с Мариной Корпан, изобретателем собственного метода оздоровления и плагиа. Похудение. Ну и, в общем, это такое дело-то, которое каждому из нас в жизни важно и может пригодиться. И как из этого построить хороший бизнес, как раз продолжим об этом вдоль. Стотой Ларсен, 651099,6, наш московский телефон. Заходите на страничку программы вдоль, на сайте Финам.фм, задавайте вопросы. Вот еще один вопрос, прежде чем мы продолжим говорить о вашем методе как о бизнесе. Можно ли заниматься вашими методиками, когда кормишь грудью, и как это может повлиять на результат? Наша слушательница начала заниматься оксисайзом. Правильно сделала. Я только хотела сказать, что именно заниматься нужно оксисайзом. Скажу так, быстрых результатов не добьетесь. Вот что прям там за неделю, например, как у обычного, ну, человека, который не кормит. Но заниматься нужно обязательно, потому что организм будет потихонечку. Во-первых, нормализуем более или менее гормональный фон. У меня были случаи, когда люди и худели, когда кормили грудью. Вот здесь, конечно, нужно пробовать, но заниматься нужно обязательно, чтобы вы не поправлялись дальше. Потому что когда человек начинает кормить грудью, он начинает поправляться. Ну, в принципе, за месяц, я думаю, что совершенно легко можно, ну, я говорю по сантиметрам, да? То есть, ну, например, в талии до 5-8 сантиметров можно убрать легко. Да, но мы же все-таки, опять же, когда говорим о вашей методике, мы не говорим о сантиметрах. Нас волнует общее настроение, состояние и как бы красота уже как последствия. Но не будем забывать о том, что то, что вы делаете, это не только хобби, это не только классная вещь, которой можно со всеми поделиться, но это и вполне реальный бизнес, который нуждается в некоем выстраивании, в каком-то юридической защите, и главное, в защите авторского права. Вы, наверное, уже сталкиваетесь с тем, что плагиаторы сплошь и рядом пытаются этим воспользоваться. Очень. У меня смеется мой юрист по патентному праву. Мне говорят, Корпан, ты дала работу всей стране. Поэтому я всегда, я даже в своей книге это написала не потому, что я там, у меня никогда не было звездной болезни и нет. И я просто говорю, мне всегда жалко тех людей, которые боятся заплатить лишнюю копейку и прийти к профессиональному тренеру. Они идут, там, не знаю, в соседнем подъезде у них живет Маша Иванова, которая просто посмотрела со мной телевизор и решила... Что она умеет так же. Она умеет так же, да, и там я похудела, начинает преподавать. Я просто сама лично приходила на занятия к таким девочкам, которые ведут. И когда я видела, что у клиентов начинают выпадать белые треугольники, вот когда она стоит и говорит им, не дышите, вам нельзя вдыхать, да, и, говорит, вы больше похудеете, и когда человек потеет, и говорит, а почему я потею? Она говорит, я вам сейчас расскажу, у вас бурлит кровь. То есть, ну вот, я даже не знаю, как это объяснить, да, то есть мало того, что... Полное невежество. Да, это не тренеры, вот, у меня, кстати, был в интернете такой момент, одна тренер, она тренер, заканчивала ргувку, очень обиделась на меня, значит, в соцсетях было, что типа, значит, как Корпан говорит так, что вот, значит, тренеры только готовят, которых готовит она, могут это использовать. Я это говорю открыто, да, потому что я даже, как студент Российской Государственной Академии физической культуры, спорта и туризма, нас не учат там дыхательным методикам, не учат. Ты можешь быть супертренером, ты можешь иметь огромное количество там, не знаю, каких-то там сертификатов и всего, не учат дыхательным методикам. Это отдельное направление в физиологии, в биохимии, вот, которое нужно изучать, если ты преподаешь, потому что неправильным дыханием можно... Испортить здоровье. Испортить очень, я не буду озвучивать, да, этой проблемой, но это очень здорово, может... У нас на связи Анзор, 6510996, наш московский телефон, здрасте. Алло, добрый день. Слушаю вас. Знаете, хотел у вас проконсультироваться по поводу своей жены. Ну, так как есть работа, есть определенные стрессы, иногда бывает так, что есть отдышка. Соответственно, все проверили, все посмотрели у всех, как бы врачах были организмом в абсолютном порядке. Тема как бы нервная, стрессовая, как мне объяснили, нужны дыхательные процедуры, дыхательные упражнения. Я хотел проконсультироваться, возможно ли применять ваши методики, и все это возможно сделать. Отличный вопрос, кстати, да, потому что это же опять в нашу тему, что мы не говорим в первую очередь о здоровье, красоте как следствие. Спасибо, Анзор. Она всегда успокаивает. Мы вообще живем, как я поняла, по вашим книгам, опять же, в обстановке полной, перманентной нехватки кислорода. Да, у нас ужасная гипоксия, у нас идет максимальное слепание эритроцитов, и не проходит у нас кислород, не доходит ни до органов, ну про мозг мы вообще молчим. Поэтому задача научиться, но, я говорю, самый главный момент, что нужно научиться правильно дышать. Но вот жена Анзора на нервной почве, у нее, видимо, происходят какие-то проблемы с дыханием, а дышка, это реально? Конечно, нужно заставить работать легочный аппарат. Да, у нас легкие с вами работают процентов на 20, дай бог. Вот, поэтому, тем более, мы жители мегаполиса, мы вообще, и у нас с вами идет постоянно поверхностное дыхание, мы дышим грудью, поэтому определенными техниками дыхания, да, вы добьетесь того, что, во-первых, и сердце начнет хорошо работать, вы начнете использовать легочный аппарат, мы будем увеличивать объем легких, вот, и, следовательно, это все будет убирать ваши дышки. А нервы можно уступать? Конечно, дыхать, вообще, на самом деле, любые дыхательные методики не обязательно эти, вообще, очень так, умиротворительно. То есть, да, это же даже, когда ты нервничаешь, выдыхай, да? Да, подыши, подыши, да. Здравствуйте, Геннадий. Добрый день. Слушаем вас, вы тоже за жену переживаете? Нет, я, честно говоря, у себя такой вопрос. У меня обычно вес гуляет за год плюс-минус, там, 6-7 килограмм, и ситуация в том, что никак не удается, так сказать, подтянуть живот. Пивко-то пьете? Да, да, да. Честно, а пиво любите? Вы знаете, с пивом у меня достаточно странная ситуация, то есть, это сезонный для меня напиток, вот, когда я его прекращаю, условно говоря, пить, да, и при этом еще прекращаю, там, какие-то крепкие алкогольные напитки, хотя бы, там, на месяц, на два, я легко, вот, ну, естественным образом сбрасываю 2-3 килограмма, да, бывает 4, но дальше оно, как бы, не идет. Вот, то есть, я, на самом деле, перевешиваю свой, там, вес, всего-то килограмм на 8-7. А фитнес? Да, и вот мне не удается никак, вот, пойти ниже. А спортом-то вы занимаетесь каким-то? Ну, я добавляю физические упражнения, у меня просто проблема с ногой, да, там, сказать, вырезанный мениск, последствия, так сказать, футбола, юности, вот, и там серьезно я себя нагрузить не могу, потому что, ну, собственно, существуют посттравматические боли периодически. И вы хотите эти 7 килограмм изгнать из своей жизни раз и навсегда? Да. При этом я, я вам скажу больше, я питаюсь с точки зрения крови, да, вот, и у меня организм хорошо чувствует, чего надо есть, чего не надо есть. Я, собственно, не испытываю вот такой какой-то тяги, там, безудержной закуски. Просто так поесть, оттого не сидел. А почему же тогда у вас гуляет 8 туда, 8 обратно? Вот я вот сам для себя не могу понять. Значит, вы когда-то все-таки сидели на диетах? Может быть, еще что-то? Вы знаете, я один раз посидел на диете лет 12 назад, вот. Она мне позволила сбросить 11 килограмм, и вес достаточно ровно удерживался в течение 7 лет. Потом опять поднялся, сейчас мне там 42, и вот, ну, не получается. Я думаю, что, может быть, метаболизм замедлился, да, там, естественным образом. Ну, это, конечно, с возрастом он замедляется, если вы еще ведете неподвижный образ жизни. Нет, конечно, сидячий офисный. Ну, конечно. Спасибо, Геннадий. А чего, если, то есть, если ты сидел на диете, то у тебя всегда будут проблемы с этим, чтобы ты гуляй этот вес? Конечно, если, ну, как бы, Геннадий, вот, получается, так, я почему спросила, да, как бы, один раз сидел, это не так страшно. На примере женщин, если вы постоянно используете диеты, мне просто приходится, вот, у меня люди приходят и говорят, Марин, все, я уже ничего не могу, я уже ни во что не верю, а диета не работает. Я говорю, ребят, да они не будут работать, потому что вы сначала посидели то на белках, то потом вы решили, значит, посидеть на кашке, да, потом то еще что-то. Я говорю, ну, организм это такая система, которая сама все сделает за вас. Я всегда говорю, не надо переедать, научитесь есть все чайной ложкой, но все. Организм должен научиться переваривать абсолютно любую, и жиры, и белки, и углеводы. Вы сначала из одной крайности кидаетесь в другую, но год вы так пожили два, а потом происходит полный дисбаланс, что даже вот они приходят ко мне, и я говорю, то есть, ну, я всегда говорю, да, что первые результаты похудения можно увидеть через неделю. А я понимаю, что я не могу... Так быстро? Да, да. Если вы используете это ежедневно, по 20 минут в день, тренировка длится с утра на голодный желудок, 20 минут, вот, и я понимаю, что у меня человек не двигается никак. Давай начинаем разбираться, а она постоянно сидит там, или он там, да, на диетах. Все, организм устал уже. Геннадий дал диеты. А что еще? А что мы можем ему еще посоветовать? Что это за странный вес? Ну, вот он... Ну, я думаю, что там на самом деле больше еще срабатывает не сколько жира, а сколько задержка жидкости у него. Ну, я просто... Мне нужно на него посмотреть. Я не могу так сказать, когда человека не вижу, да, вот, понять четко, чтобы он мне сказал, что он ест, вот, и уже давать там тот или иной метод борьбы, потому что мне нужно человека... Мне нужно на него посмотреть, мне нужно его пощупать, понять, насколько застоявшийся жир. Заходите на страничку программы «Вдоль» на сайте Финам.ФМ или звоните 65 10 99 6. Мне бы хотелось все-таки вернуться, действительно, к этой всей истории, как к бизнесу. То есть сейчас, как я понимаю, вот ваши телевизионные программы, и когда вы начинали вообще все это, как и я на НТВ, да, для меня было важно поделиться тем, что я люблю и умею, а когда за это еще и деньги платят, вау, надо же. А сейчас я понимаю, что, в принципе, надо было как-то там и по его время открывать, и вокруг себя выстраивать какую-то систему экономическую, экономически грамотную, которая позволит мне монетизировать мое имя. И точно так же ваша история, когда есть метод, который хорошо продается, который можно разбросить, раскинуть как сеть, как минимум по всей стране. Мы уже раскинули, да. Но когда вы работали на телеке, как я понимаю, это тоже был абсолютно такой для вас не бизнес-проект, то есть сейчас кто-то пользуется вашими плодами. Я даже не могу сказать, что я, ну я, наверное, больше, ну конечно, да, это бизнес, но, наверное, когда у меня в голове, вот, как вы правильно сказали, мое хобби перерастет в бизнес, я потеряю к этому интерес. Да, он приносит деньги, но я действующий тренер на данный момент, да, то есть я не ушла полностью там в управление, все, я занимаюсь только, нет, я не могу, мне даже супруг говорит всегда, слушай, все, все, ты уже переросла, уже 13 лет этим занимаешься, иногда прям надоедает все. Но все равно я люблю работу с людьми, когда я вижу, как они изменяются, говорят, слушай, Марина, спасибо тебе, вот, просто по-человечески, да, говорит, вот там. Поэтому я еще остаюсь как бы действующим тренером, но к вопросу о том, что действительно надо было как правильно вовремя сделать там и пэй и все остальное, да, я тоже, собственно говоря, это и получилось, что у меня начали все забирать, я не спорю, что, да, знали там о такой дыхательной методике, там, не знаю, 15 лет назад, потому что она в Штатах появилась где-то лет 20-25, наверное, но не получила широкого резонанса, и никто как бы особо ей не занимался, вот. Я и познакомила нашу страну с этими методиками, сказала, ребята, пробуйте, вот дышите, оздоравливайтесь, сторонейте, ничего больше не надо. Да, и вот я говорю, появились вот эти девочки, я всегда говорю так, я нормально ко всем всегда отношусь, но если ты грамотный инструктор, и ты понимаешь то, что ты делаешь, ради бога, welcome, приходи ко мне на работу, я тебе лично там еще дам знаний. Но мне кажется, отличный способ борьбы с этими левыми людьми, это просто открывать свои собственные отделения, как можно больше количеств во всех городах. Да, ну вот мы сейчас это и делаем, да, открываем, просто в регионах немножечко это сложно, потому что и уровень другой, да, зарплат, ну потихонечку стараемся, у меня уже открыто несколько филиалов, она так и называется, студия Марины Корпан по стране, и вот здесь, в Москве у нас. Но экономическое образование вообще помогает как-то сейчас выстраивать эту бизнес-модель? Ну, скажем так, немножко помогает, просто на самом деле то, чему учат в институтах, в жизни все по-другому. Ну, реально по-другому, у меня еще больше экономическое образование у меня было связано с предприятием, то есть я даже когда в Сбербанк пришла, там, я знаю, даже баланс другой, поэтому мне пришлось все поднимать по-новой, вот, ну просто с цифрами, это не моя, скажем так, работа, я не получаю от этого удовольствия, я не вижу результата, вот. А здесь все я вижу, я понимаю, как это все скоординировать, как это сделать, чтобы это работало. Ну, вы, наверное, ведь как тренер, который работал в фитнесе, все равно уже знаете систему изнутри, как работает фитнес-клуб, как работает сеть фитнес-клубов. Вам, наверное, не так сложно взять на вооружение эти бизнес-методики? Да, но у нас немножечко другая, у нас и проблема в том, что я никогда не стремлюсь, когда мне говорят, Марин, давайте мы сделаем большой клуб, я говорю, не хочу, вот не хочу я большого клуба. Я хочу видеть глаза людей, которые пришли ко мне занять. Да, то есть, и когда у меня раздается телефонный звонок в студию, и мне говорят, у вас, и когда я говорю, вот, то там на первом занятии у вас будет вот это, а на втором занятии тренер индивидуально, каждый из вас в группе поставит дыхание. И у меня тишина, как это индивидуально в группе? Я говорю, вот так, потому что, говорю, у меня индивидуальный подход к клиенту. Они говорят, да, а фитнес-клубов такого нет. Продолжим после новостей на финале, оставайтесь в доле. У нас в гостях Марина Корпан, тренер, автор дыхательных методик бодифлекса и оксисайза. И вот удивительным образом, казалось бы, да, все, в общем, решают деньги в нашем мире. Ты придумаешь какое-то хорошее дело, и дальше твоя задача его продать максимально эффективно и заработать на нем как можно больше денег. А вы, Марина, сопротивляетесь. Вам не нужны клубы, вам нужны студии, индивидуальный подход. То есть, вот, видите, удивительно, что еще есть люди, для которых идея и, не знаю, там какое-то личное участие, личное удовольствие от того, что ты делаешь, важнее даже, чем материальный результат. 65, 10, 99, 6. Много вопросов, наконец-то, наши слушатели стали до нас дозваниваться. Здравствуйте, Нина Викторовна. Здравствуйте. Слушаю вас. Татьяна, хорошо, конечно, что вы быстренько так говорите. Я пожилой человек, ничего не усваиваю, у меня нет интернета. Поэтому помедленнее скажите, куда обратиться. Я хочу к Марине, вот, именно, куда-нибудь приехать, чтобы у нее заниматься. Вам все-таки придется обратиться к кому-то, у кого есть интернет, и зайти просто на Маринин сайт. И какой он, скажите? Марина, ты... Тройное W, bodyflex-club.ru, либо просто набирайте в поисковике Марина Корпан, и вам высвечивается мой сайт. В Яндексе найдете, Нина Викторовна, попросите кого-нибудь из ваших более быстрых родственников. Мы говорим быстро, потому что у нас много чего есть обсудить, а времени всего час. Кстати, вот, тоже будет интересно, есть ли возрастные ограничения для... Антон спрашивает. Я всегда говорю, у меня девочки ходят по 75 лет. И что, и действуют на них? Да. А как же эта история, что с возрастом метаболизм замедляется, мышцы не работают? Но здесь уже задача, там, не знаю, женщине в 75 лет уже там нисколько похудеть, да, чтобы чувствовать себя хорошо. И она приходит, говорит, Марина, у меня там заработало, тут заработало, я стала хорошо дышать, я теперь преодолеваю расстояние. Говорит, я иду до метро, да, и не задыхаюсь, я поднимаюсь на свой пятый этаж, и даже у меня там ни один мускул нигде не дернулся, да. То есть очень хорошо. Вот, то есть люди, которые постарше, у меня, например, пришла женщина 67 лет, она почти год пролежала, вот, у нее даже произошли диспропорции в теле, у нее туловище стало меньше, вот, она говорит, у меня просто вываливались, говорит, уже органы. Ой, страх какой. То есть не держало, да. Я ее сразу на OxiCise, вот, она у меня за полтора месяца, она говорит, господи, я теперь все держу, спину держу, живот держу, все, она вот у меня, ну, ходила почти в течение года, она говорит, все, она у меня приходит, отходит, все, я живу, и идет дальше. Ну, опять приходит. 65, 10, 99, 6, еще успеете задать Марине Корпан вопросы, а меня, конечно, интересует, опять же, все-таки наша вот женская доля. Ну, как я понимаю, может быть, строить сейчас глобальный какой-то бизнес, вот, бизнес, как сказать-то, структур, бизнес-пирамиду, может быть, да, на вашем деле вы не готовы, но ведь на этом тоже, наверное, останавливаться, они собираются. Нет, нет, почему я не готова? Я готова, я стремлюсь к этому, то есть, просто сейчас стоит задача, да, хочется, как вы правильно сказали, во всех регионах, чтобы были студии, квалифицированные инструкторы, работали. Для этого приходится лично всех учить. Конечно, да. Это же времени-то вообще, где ждет-то в сутках 24 часа? Ну, а что делать? А семья, ребенок? No comment. Люди приезжают ко мне с, ну, с Россией, у меня очень много даже людей, которые приезжают за границей, просят, говорят, давайте, вот сейчас у меня, например, предложение, говорят, давайте в Париже откроем. Давайте. Да. Потому что, говорит, мы действительно это используем, у нас все хорошо, давайте и у нас это делать. В Германии очень много желающих. Люди приезжают, я их обучаю, проходят стажировку, потому что помимо, вот, кстати, я обучаю помимо тренерской работы, да, я еще им даю, конечно, азы бизнеса, именно конкретно нашего. Потому что без этого, то есть девочка, которая приехала, прошла, она приезжает, она вообще не понимает, что делать. У меня задача, чтобы это было как бы отдельное помещение, да, чтобы это прямо была вывеска студии Марины Корпан, там город такой-то, да, чтобы это был узнаваемый бренд, и человек понимал, что да, я приду туда, и меня там не угробят. Вот для меня это было, ну, как бы основным, да. Репутация превыше всего. Да, да, поэтому и у меня, например, не все там тренеры, которые приезжают, там я скажу, да, вы ко мне приехали, но вы там получаете сертификат, там идите преподавать. Нет, то, что я вижу, потянет тренер и вообще понимает. А как понять вот человеку в регионе, он попал в реальную студию Марины Корпана или к какому-то полагиатору? Нет, ну как, адреса есть, это реальные наши студии, а обучаться они приезжают только ко мне. А, то есть можно в интернете проверить, если есть адрес этой студии на вашем официальном сайте. Да, то есть, например, те филиалы, которые у меня уже по стране, они у меня и в книжках есть на последних страницах напечатаны, и, конечно, на сайте. Как только появляется новый филиал в любом городе, да, я, конечно, сразу вывешиваю, да, что. И я прошу, чтобы в этой студии были сертификаты. Ну, я думаю, что некоторые слушатели, которые сейчас с нами вдоль, они захотят узнать подробнее о методике именно с точки зрения научной. Вот что это такое, а как это влияет на то и на сё, и откуда вообще вот эта вся информация о воздействии кислорода на организм. Ну, помимо книг, есть ли какие-то труды научные, где можно это... Они есть, но я их сейчас не... Не сдаю. Да, я не даю, потому что, ну, уже всё дала. Уже просто... Ну, может быть, вам написать какую-нибудь научную работу, действительно уже такой... Нет, научная работа есть, но сейчас пока я не... Для самых дотошных. Ну, я говорю так, кому надо, а те придут ко мне, и я с удовольствием всегда учу, учу, расскажу, да. Ну, у вас есть желание дальше заниматься научной деятельностью? Ой, для меня это, наверное, сейчас самое вообще основное. Мне уже, скажем так, не так интересно тренировки. Ну, уже всё, это для меня уже... То есть я уже хожу, скажем так, больше для себя заниматься, да. Вот, для меня, конечно, сейчас наука. У меня, я всегда привожу такой пример. Все нормальные женщины, когда там 8 марта и день рождения у мужа просят там бриллианты и всё остальное, я прошу атлас по анатомии новый. Вот, то есть для меня вообще настольная книга – это физиология, биохимия и анатомия. Я просто, я вот прям кайфую от этого. Мне очень нравится, мне нравится изучать, как функционирует наш организм, потому что сейчас учёные очень много всего нового находят, как должны теленные мышцы работать. Я перевожу это на язык дыхания, начинаю это совмещать, хоп, результаты вообще сразу возрастают. Вот, поэтому, например, с той же, сравним банально, с американской системой BodyFlex, да, когда я её давала в чистом виде в американском варианте, у меня у людей результаты были, ну там, дай бог, через две недели что-то где-то уменьшилось. Вот, соединив это с йогой, подключив и разобравшись, что происходит на уровне биохимии клетки внутри, подключая те или иные упражнения, там, процент вдоха-выдоха, меняется абсолютно всё. И организм совершенно спокойно начинает отдавать, ну, кислород начинает окислять жировые клетки, и ты раз и за неделю, ты понимаешь, что у тебя там от трёх до пяти, у кого-то до десяти, в зависимости от вашей исходной массы тела, да, человек просто убирает жировую ткань. — 65, 10, 99, 6 — это наш московский телефон, у нас в гостях Марина Корпина. Вы вообще чувствуете себя каким-то первопроходцем? — Да, конечно, да. — Пионером? — Да. Ну, я так и называю себя, да, потому что у нас были люди, конечно, кто там преподавал по этой американской системе, но это было на таком вообще незначительном уровне, и, наверное, когда вот эта передача появилась на телевидении, мы действительно увидели эффект, да, вот такой прям резонанс пошёл, прям все говорят, вау, супер, ты же вообще, это просто момент ещё был в том, что не каждый человек, вот как нам звонил, да, Геннадий, да, по-моему, вот, он говорит, у меня травма, но не может человек ходить и, не знаю, там, потягать гантели, грифы там тяжёлые, штанги, да, и всё, то есть для него закрыта дорога в фитнес-клуб, и если, дай бог, ему пойдётся хороший грамотный тренер, который сможет подобрать ему программу, не используя там веса, да, вот, а если не попадётся, он скажет, всё, я уже не хочу, и поэтому начинается там, тут поел, там, выпил, поправился, похудел, вылезает диета, вот, задача дыхательных методик была в том, чтобы ей мог заниматься любой человек, абсолютно любой, независимо… А дети? И дети, но детей на первую методику я, ну, беру, наверное, где-то лет с 6-8, да, потому что, ну, задержка дыхания, честно скажу, мы не изучали, как она влияет на именно вот… На ребёнка, на растущий орган, да, там же физиология меняется, там, буквально от года к году, вот, а вот, например, на OxiSize, да, я беру спокойно детишек, ну, опять же, беру, если ребёнок сам понимает, что я буду этим заниматься, тогда он увидит результат, вот, или там мама, папа, там, не знаю, бабушка будет там с ним просыпаться, говорит, слушай, давай делать, потому что ты поправляешь, посмотри сейчас на наших детишек, да, которая, там, не вылезает из Макдональдсов. Не знаю, мой 22 килограмма весит 8 лет, я бы была рада, если бы у него какая-то мышца наросла, что, я думаю, так понимаю, тоже возможно, и в обратную сторону, не только же похудеть, но и… Ну, не прям поправиться, но, скажем так, если стройный человек у меня занимается, например, второй методикой OxiSize, да, то мы прибавку в 2-3 килограмма мы можем выдать за счёт мышц. 65, 10, 99,6, у нас осталось буквально пару минут, но вы успеете, Людмила Михайловна, здрасте. Да, спасибо большое, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос к вам. Вы знаете, вот я купила, вы пропагандируете кислород, да, в смысле, вот, да? Да. А я купила какой-то аппарат, самоздрав называется. Самоздрав, да. Там, наоборот, углекислый газ. Да. Да, как это вот... Ни одна дыхательная... Чем же нам спасаться? С кислородом или... Сейчас я объясню. Спасибо, Людмила Михайловна. Спасибо. Да, спасибо. Момент в том, что мы называем это дыхательной методикой. Что самоздрав, что есть ещё аппарат Фролова или любая дыхательная методика, это совмещение кислорода с углекислым газом. Никогда обогащение кислородом не происходит без увеличения концентрации углекислого газа. Тот же самый самоздрав, мы увеличиваем там длину выдоха, то есть это называется увеличение концентрации углекислого газа, и тогда кислород отсоединяется от гемоглобина. Вдох идёт, а последствия окисления и снабжения организма кислородом происходит только благодаря СО2. То есть это два элемента, которые неразрывно существуют вместе. Слушайте, ну вот вы видите, вот вы называете какие-то смешные вещи, да? Наверное, кого-то в самоздрав, кто-то думает, что это магазин на диване, а не серьёзная история с продолжением и с перспективой. Но то, что вы делаете, это ведь действительно такое инновационное направление в фитнес-бизнесе. И готовы ли вы всё-таки развивать это именно как бизнес-проект? Да, конечно. У меня сейчас это основное развивает, как бизнес-проект, потому что я понимаю, что за этим будущее, потому что, во-первых, это поможет людям не убиваться, не сидеть на диетах, не… И стать красивыми. И стать красивыми и здоровыми, да. Поэтому моя сейчас задача, как вы говорите, первопроходца, да, я хочу создать эту сеть, я хочу, чтобы люди ходили, попадали к квалифицированным инструкторам и оздоравливались. И мы вам этого желаем от всей души. Будьте здоровыми и красивыми. И не без помощи Марины Корпу, он и тут ты Ларсен. Пока.